Я всегда играл на барабанах, сколько себя помню. Всегда хотел это делать и всегда знал, что буду это делать всю свою жизнь. Я любил слушать Элвиса в детстве и стучал на диване по разным подушкам, как будто играл на барабанах. В общем, это был мой первый опыт игры. Я слушал концерт Элвиса в Мэдисон-Сквэр-Гарден на катушечном магнитофоне. Подушки у меня были разные, и каждая соответствовала определенному барабану. Где-то в возрасте 13 лет у меня появилась барабанная установка. Тогда я уже стал более серьезно подходить к игре, начал играть в разных группах и в итоге прошел прослушивание вместе с оригинальным гитаристом Тоддом в Примус. Сразу после этого в группу пришел Ларри. Таким образом у нас получился коллектив. Мы начали делать записи, давать концерты и занимались творчеством. Где-то 30 лет уже этим занимаемся. Даже не знаю. Или 25. Ну что-то типа того. Когда мы собирались записывать альбом Sailing the Seas of Cheese, на лейбле Interscope Records, у меня было два варианта. Либо Зилджин, либо Пайсти. Зилджин сразу же связались со мной и выслали мне целую коробку тарелок, в которых оказался именно тот звук, который я хотел. Я слышал этот звук до этого в своей голове. И Зилджин идеально подошли мне. Эту барабанную установку мы называем в шутку Вонка, потому что именно ее мы использовали для перезаписи саундтрека к фильму Вилли Вонка и Шоколадная фабрика в 70-х. Я использую два Зилбелла в качестве хай-хета. Это прототипы, которые я получил от Зилджин где-то лет 20 назад. Тут у нас одна из тарелок трансформер. Так, посмотрим. Размер 8 дюймов. Очень хорошо звучит. Очень быстрый. Звучит как гонг. Мне очень нравится. В общем, такая у меня Вонка установка. Мы решили ограничить количество шума, создаваемого тарелками до минимума, поэтому я выбрал более тонкие тарелки меньшего размера. В молодости мы любили пошуметь, но теперь мы заботимся о наших ушах. Здесь у меня Crash A Custom 15-дюймовый и Зилбелл прототип, который является моим любимым Беллом. Вот это еще один прототип Зилбелла и Splash A Custom. Тут у нас хай-хет K Custom Dark, который я начал использовать совсем недавно. Мне нравятся более темные тона. Здесь у меня дополнительный хай-хет, потому что, когда я играю рисунки на двойной педали, я не люблю скрещивать руки. Очень удобно. Ну вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok